Продавливая себя сквозь каменные, уложенные, избитые воедино плиты, подтягиваясь к папе, змеи, гады и черви колебания, депрессии и сомнения в его уникальности, непогрешимости и неординарности, сплёвывая, отрыгивая и роняя огонь разрушения, приближались к папе Саламандры критики, самокритики и забвения, вымораживая, леофилизируя и вакуумируя всё на своих путях, рельсах и монорельсах, катились к папе локомотивы одиночества, вагоны иллюзорности и паровозы зависимости от вещей и веществ, сущего и существ, высшего и низшего, сыпля соль, селитру и циамиды, на кривых лапах, перекошенных крыльях и свёрнутых клювах, тополик по пикарпии, удержанного в узде, тенетах и сетях смеха, жирафы ужасного, прекрасного и мимолётного обмана, гиены катастрофической, расслабляющей и неисправимой несерьёзности, все эти воплощения страхов, искушения, надёжности и испытания ответственности, оттеснённые папой на дальние границы, заставы и кордоны его тюрьмы, империи, вселенной, теперь явились к нему скопом, коглом и табором, и встав лагерем осадой, и бивуаком продолжили своё ожидание, предвкушение и надежду на личную встречу с тем, кто их отверг, отторг и не признал. Воистину дальнейшее незабываемо, примчавшиеся на тишину молчания и безмолвия вертухари, тут же мёдлами, граблями и тряпками взялись отгонять чудищ, страшилищ и моральных, этических и эпических уродцев от шара папы, хозобозники, улыбчивые, добродушные и коварные, подманивали тварей кусочками пирог, пирогами и сапогами, как изображающий маньяка-педофила, отец рассказывает своему дитяте конфетку, маняя его при этом пальцем, или как прыгающие в лототроне мячики с замаскированными магнитами, устремляются в приёмную корзинку, и когда те наивные соблазнялись лакомствами, на них надевали ошейники, наручники и кандалы, и немедля волокливо пустевший бестиарий, тебя же едва папа смог восстановить былую форму, формы и само обладание своим телом, потащили, повинуясь его и деревенским средствами, способами и рассолами. Благую весть, солят и газоват принёс я вам пасынки мои, Атеист Веры скинул с себя кольчужную косовородку, фельдперсовый хиджаб и парчовый клобук, как краб разрывает спиной ставший маленьким ему хитиновый панцирь и выбирается на песок мягкий и безоружный, или как распадаются половинки матрицы, являя на свет очередного резинового пупса, ещё не раскрашенного и потому мало похожего на прототип зэки, прислуживающие осквернителю учений, пали на седалище копчики и кобрики, царапая, ковыряя, располосывая свои щёки осиновыми, кленовыми и липовыми зубочистками, продетыми между пальцами. Умер, сгинул и растаял без следа поносный распутник, похабный бесстыдник и срамной подзаборник, враг рода человеческого, грязь помыслов людских и падаль племени еретического, садом капустин. Твоё тело неподвижное, но обмотанное цепями, подтяжками и колючей проволокой, распластанное, но придавленное колосниками, чебуреками и блинами, обездвиженное, но заточённое в колодке, оковы и подковы, лежало на высокой поленице из цельных, в литых и неоструганных стволах ископаемых лиственниц, откопанных елей, извинящих кедров, три простых, как святость, бурных, как ревность, и слепых, как правда, прислужника, стояли с пакелами, спичками и канистрами, готовые без сигнала, по своему усмотрению и невольному хотенью запалить жертвенный костёр, огонь и гектакомбу. Забудем же отныне и вовек бесчестное имя его, протухлое семя его и постыдные знаки, что предвещали, сопровождали и провожают его в безвестность. Алкающим злато, бродатым козлищем, предстал он пред нами, первый жених жизни его, пакостной выблядью, марающей всё, на что обратиться, заведущий зрак его, поруганной, посрамлённой и опоганиной, пробирался он между нас, паскудной, грудой, смердящей, отвратительными миазмами плоти, валяется он сей миг пред нами. Отравитель религий не мог не видеть, что твои глаза распахнуты, что жили на твоей шее, то напрягаются, то расслабляются, что ступни твои непроизвольно подёргиваются, но всё равно продолжал распекать, хулить и распевать тебя так, словно перед ним лежал уже остывший, препарированный и загримированный труп, согнанные со всех камер, карцеров и бараков, зэки, истошно мастурбировали, пялили глаза и спали, словно выброшенные лапой, гризли на берег рыбы, в какой-то момент перестающие шевелить жабрами и открывать усеянные мелкими зубами челюсти, или залиты тоннами воды подземный торпяной пожар, постепенно расчищающий себе пространство для нового рывка, прислушники и непослушники, и оторванцы занимались своими делами, судами и допросами, охранники ходили, маршировали и отдавали чести, нося вокруг кумирник, караул, тревогу и походную сирену, божества, камень и ифриты вылупились на тебя с фресок, витражей и горельефов, облизывая пересохшие губы, прочищая забитые пылью уши и выколупывая сигарные окурки, шпанские мушки и шампанские пробки из широких ноздрей. Когда бы ты присутствовал в кумирне, ты бы поразился беззубости заклинаний, заклятий и причитаний, непродуманности ритуальных построений, пристроек и флигелей, бесполезности, применяемых артефактов, артишоков и арт-композиций, но ты все еще пробирался сквозь самого себя, пока недоступный для внешнего, но уже исследовавший все, что можно исследовать, узнавший все, что можно узнать и познавший даже то, что познаванию не поддавалось, начал обратный путь к поверхности, тяня, толкая и держась за уже воплощенные в кости суставах и заметках полноценной, совершенной, и завершенный скелет своей книги, той самой, что преобразит текст, сделав его доступной, считываемой и понятной материей, что навозит отмерзшими архетипами почву для произрастания ясности, процветания внятности и восхождения четкости, что размелит мысль, пространство мысли и мыслимые рамки в гомогенную пыль испечет из нее безмерный, прозрачный и вразумительный монолит, как был ты грязью, так грязью и оставайся, как жил ты скотиной, так скотиной и уходи, как проявился ты мразью, так и мы закроем тебя еще большей мерзостью. Культоложиц надавил на рычаг, и на тебя полились мазут и спирт, асфальт и бензин, нефть и масло, смешиваясь, они пузырились, пузырясь, они пенились, а из пены появлялись странные существа, как лезут из просгрызенной насквозь картонной коробки жестокрылые ребристые жужелицы или как появляются из-за горизонта, непонятно откуда появившиеся переливчатые перистые облака, призванные распеваниями, рассредоточениями и распутностью оскопителя религий и его недобровольных помощников, воспламененные факелоносцами камикадзе и пероманами жидкости вязанки и поленицы вспыхнули и, разбрызгивая искры, лепестки и бутоны пламени попытались спалить, поджарить и иссушить твое тело, превратив его в головешки, сыроежки и мумифицированные останки, раззадоренные дымом, огнем и палевом с картин, киноэкранов и диапозитивов поспрыгивали, повыпадали и помчались к твоему пожертвованному им телу ракшасы и расчесы джатаки и сучуки огуры и авгуры, принимая столбы дыма за пищу, языки огня за воду, а твое тело за деликатес духи демоны и полудемоны рассупонив, развесив и расчехлив бесчетные, безразмерные и беспризорные гениталии принялись без шор, без руля и без воротил совокупляться со всем, что попадало симпот на и вблизи эрегированных полужестких и откровенно мягких членов сочленений и расчленений. Играет музыка 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 Продолжение следует...